Привет! Это седьмой урок моего курса, и в нем мы продолжим развивать тему предыдущего урока. Напомню, что мы говорили о флоу, о течении танца. И сегодня я вам покажу очень простую методику, очень простое упражнение о том, как можно расширить пространство вариантов переходов между вашими движениями. Собственно, как я уже и сказал, методика очень простая, но на самом деле очень действенная. И заключается она в том, что вы берете одно движение, которое захотите, это может быть футворк, фриз, пауэр, не имеет значения, и пробуете придумать минимум три новых захода в это движение и три новых выхода из этого движения, либо перехода в какое-то другое движение. Ну и для наглядности, для простоты мы, как всегда, возьмем сегодня что-то простое. Например, классический бэби-фриз. Соответственно, нам нужно придумать три захода в этот бэби-фриз и три выхода. Как и в предыдущих уроках, я буду импровизировать, поэтому может быть не очень чисто. Но опять же, здесь главное не чистота, а главное генерация новых идей. А чистота, она сама придет по мере тренировок, конкретных движений и конкретных переходов. Ну и первое, что мне сейчас приходит в голову, это перейти на бэби с подката, ну, через какой-нибудь ковровок. Например, это может выглядеть как-то вот так. Вторая идея, которая приходит мне в голову, это, например, зайти на бэби через какой-нибудь проворот на мостике. Да, это уже посложнее, я сейчас попробую, получится, не получится, не знаю. Да, с первого раза не получается, пробуем еще. Получилось, да? Опять же, повторяю, что мы сейчас работаем над генерацией идей, а потом со временем уже будем нарабатывать чистоту. Ну и какая-нибудь третья идея, не знаю, зайти на бэби с какого-нибудь вот такого проворота. И, соответственно, за минуту таким образом мы придумали три перехода. Да, они достаточно простые, но, опять же, вы можете со временем к ним что-то еще добавлять, а что-то, наоборот, убирать и тем самым их подводить именно таким образом, чтобы они классно интегрировались в ваш стиль. Вот. Ну а далее нам нужно придумать три выхода с бэби. Вот. Ну и первое, что мне приходит в голову, это соединить там два простейших движения, например, бэби. И отсюда можно подняться таким образом. Второе, что сейчас в моменте пришло мне в голову, это, например, с бэби перевернуться через ковырок и выйти в какой-нибудь фриз. Выглядеть это будет, ну, примерно как-то вот так. Бэби, ковырок, фриз. Ну и третья идея, которая мне сейчас пришла в голову, я вам попробую ее показать. Вы просто посмотрите, например, бэби, и с нее можно просто сделать такую полу-сальто сюда. Завершить какой-то формой. То есть фактически за достаточно короткий отрезок времени мы придумали шесть переходов. Ну и, как вы понимаете, чем больше вы умеете таких связок между движениями делать и комбинацией, тем ярче и многограннее и интереснее будет ваш танец. И тем больше вы сможете импровизировать в моменте. Соответственно, домашним заданием к данному уроку будет взять одно движение, любое, это может быть фриз, футворк, в принципе, все, что вам нравится, и придумать в это движение три новых захода и три новых выхода из него.